Ну что, если брать по угле, то я считаю, что поражения мы не заслуживали. По-моему, ничейная игра, потому что и у нас были моменты хорошие. И Батэ свой момент реализовала, у нас не получилось. В целом, считаю, что тоже не все ребята, наверное, сыграли в свою силу. Вот, максимальную силу. Поэтому это тоже где-то наложило свой отпечаток. Я считаю, первый тайм хорошо. Именно то, что мы наигрывали, играли дисциплинированно хорошо, выжимали. Мы очень плотно играли. Вот, и второй тайм, я говорю, когда уже голова перестает соображать. Когда наступает усталость, перестает соображать голова. Перестает соображать голова. Многие начинают бегать не в ту сторону. Поэтому немножко так развалились, начали кто куда бежать. Но это и есть причина того, что именно должны быть люди в команде, которые умеют регулировать темпы игры, которые знают, как это чувствуют игру именно изнутри. У нас пока в этом деле есть дисбаланс. Ну, это называется опыт, это называется уровень футболиста, который играет в том чемпионатах на более высоком уровне. Спасибо. Ваши вопросы? Почему наёк приходит в концовке? Он себя в день игру очень почувствовал плохо и решили поберечь. Сколько это повлияло на ваш план на игру? Ну, пришлось как бы высаживать на игру на правый фланг. Он неплохо выглядел его в последней игре против Луча. Хорошо сыграл на тренировках, тоже очень хорошо выглядел на этой позиции. Пришлось ставить Рому, который после травмы играл. В целом Рома старался, всё, но я думаю, сыграл свою силу. Почему катастрофа? Нам надо свои очки набирать. По игре-то я понимаю, что, например, у БТ есть хорошие игроки, более опытные игроки, которые уже прошли лигу чемпионов, поиграли. То есть, вот у нас, сами видите, вот Шева играем, правильно? Свой парень воспитанный, тот же Копленко сейчас. Свои потаскиваю потихоньку, но не всё сразу. Поэтому, конечно, надо реализовывать те моменты, которые мы имели. Надо реализовывать, забивать, попадать в ворота. Но это игра, футбол игра. Бывает, мяч по ленточке катается и идёт, и всё. Ничего страшного. Я считаю, значит, надо ещё больше работать, ещё больше обращать внимание. Но... Другого пути не остаётся. Следующий вопрос, пожалуйста. Березистый, триблоком. Для вас 50-я игра против БТ, и победу никак пока не даётся добиться. Это давляет как-то на нами? Да, не, не давляет ничего. За БТ тоже три очка дают, как и со всех других программ. Поэтому... Чемпионат в счёт 1 посмотрит. Самое главное, чтобы вот именно... Вот если брать именно по игре, то есть вот в некоторых моментах есть такая суета. По большому счёту БТ давал играть. Не было в первом тайме такой плотности. Можно играть с ним. Но... Это спешка в простых ситуациях. Но это и есть наш уровень. Что-то дело, значит... Надо будем расти через игры. Разбираться опытом. Предматривание, что нам было очень едино открыто. Провел вот этот премьерок для экспериментов, для прессы. Обычно, когда люди были верны, вы не жалеете, что... Нет, конечно, нет. Ну, во-первых, вы представьте, у нас... Я уже говорил, по 8 дней было до этого. И сейчас 9 дней. Реально... Нам нужно было сыграть вот эту игру, чтобы ребята были в тонусе, чтобы подвести ход к этой игре. Вот. То, что открылись, наоборот, хотел скинуть, чтобы над ними не давляло. Легче играть, поверьте мне, это когда ты играешь в две игры в неделю, ты находишься в хорошем игровом тонусе, а если еще где-то маленькая ротация есть, это вообще идеально. Вот. Поэтому... Ну, часть буду играть, через три дня. Дам шанс другим ребятам. Еще есть желающие спросить? У него вы повторяете. Подождите, мы бы вы заметили, это подействовало игроков? Не было у них такой зажатости, или не было ли? Нет, я считаю, что первый тайм очень хороший провели. Ну, так, если брать. Я не видел, чтобы какая-то зажатость была. А второй тайм просто из-за того, что пошла вот эта спешка, когда можно было проще играть, просто двигать мяч. Когда мы играли просто, мы создавали хорошие моменты, и комбинации получались, то, что вы видите. Вот. А по большому счету мы-то дали сопернику... Перед этим вот тоже, когда после ошибки Копленко, помните, это вот, дали эпизод. Ну, это обрезка. И вот этот эпизод, это что же, это же не какая-то наигранная комбинация, или что. Вратарь выбивает мяч, те бьют за спину, выход один в один. То есть, ну, так получилось, что поделаешь. Там прозевал, там, тот же. Саша Сочетку прозевал. Ну, по игре-то, чтобы АТ переиграла нас, или там лучше выиграть, этого нет, не скажу. Что-то круто было. Пожалуйста. Юрий Ильич, если чишь отсутствует в нескольких последних матчей, для команды это проблема какая-то или нет? Да, я даже не знаю, присутствует или отсутствует. Я занимаюсь командой. Вот я, Юрий Александрович, постоянно мы на телефоне, постоянно, как бы, беседуем, какие проблемы в команде. Вот, поэтому, ну, все контролирует, весь процесс. По игре есть вопросы? Пожалуйста. Криолин, это правда, Быков в последнее время на замену больше выходит, в свое время был лидером, какие-то тензи, к мэй, сетей, почему-то. Мы сами видели, например, даже по сегодняшней игре он. Он должен выходить и усиливать игру. Но пока я не знаю, что с ним происходит, но на данный момент мне его игра не устраивает. Но футбол это же качель. Сегодня все получается. Просто я считаю, ему надо более серьезно относиться. Он, ну, нельзя играть белых перчаток, надо где-то елкова закатать. Я думаю, проблема только именно в нем, а не в меня. Никому из футболиста нет проблем. Только у них могут быть с футболом проблемы. В футболе есть две ситуации. Когда ты с мячом, когда ты без мяча. Бегать его, отбирать надо везде. Даже играя в ворота, кто на мяч отбирает. Ага, устраивает, не устраивает, ребята, ну подождите. Это мы что, профессионалы или мы кто? Для меня было главное играть. Доверие тренеру. А где меня поставят, мне вообще было неинтересно. Там надо бегать, отбирать мяч, и там надо бегать, отбирать мяч. Там надо обыгрывать, там прессинговать, накрывать. И везде надо. А если футболист выбирает позицию на поле, то я считаю, что надо заканчивать. Заканчиваем последний. Не футболисту заканчиваем, а нам заканчиваем. В футболе был сложный график, да, и такие эмоциональные матчи. И в этом виделось немножко шансы нам, а именно свежести. Нет, я на это и не обращал никакого внимания. Я считаю, что, я еще раз повторяю, что проще, когда прошел подготовительный период, проще играть постоянно. Сейчас я говорю, как там составляли, как чего делали. Спасибо всем. Причем у федерации, что там у них же есть эти, там кубковый матч может было сыграть, там, ну, другой паузы, понимаете. Там, или перед этой большой паузой сыграли бы кубковый матч, и команды бы отдохнули бы там не 12 дней, а сколько бы дней с игрой отдохнули бы там. Ну, вот эта пауза, когда сборная еще будет играть, правильно? А то получается, что какой-то сделает непонятно что. Ну, это не в большого ума. Все. Спасибо. Все, спасибо. Спасибо. Спасибо.